Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства республики по вопросам развития образования. Один из вопросов касался организации питания в школах. Рашид Тимрезов поручил изучить качество еды, а также выработать единый стандарт по питанию для всех школьников. Также осмотреть готовность к летнему оздоровительному отдыху детей. В этом году в республике откроют 103 пришкольных и 6 загородных лагеря. Планируется охватить порядка 12 тысяч детей. Обсудили и важный вопрос, касающийся повышения квалификации и переподготовки педагогов. Также говорили о нехватимости создания республиканской коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе школы-интерната имени Лотоковой. Сегодня глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов ознакомился с ходом работ, проводимых на заводе по убои и переработке баранины «Кавказмясо». В нем продолжается модернизация, активно проводят монтаж оборудования. Идутся реконструкции в рамках реализации проекта по производству баранины в СКФО. В результате ввода завода в эксплуатацию мощность предприятия составит более 12,5 тысяч тонн продукции в год. Альбина Ламкова продолжит тему. Выпуск высококачественной баранины на территории нашей республики уже на финишной прямой. Она будет производиться на модернизированном заводе. Это самое важное звено крупномасштабного инвестиционного проекта. На объекте проделан большой объем строительных работ. Полностью выполнено обустройство внутренней системы канализации и плиты пола. Завершается монтаж внутренних перегородок и отделка помещений, штукатурка стены и облицовка керамической плиткой. Идет устройство внешних инженерных сетей. Начаты работы по организации электропара и холодоснабжения, освещения, водопровода и вентиляции. Работы проводят качественно, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Он не раз посещал объекты и наблюдал проводимую модернизацию на заводе. Я просто знаю, что здесь было до и что сегодня сделано. Очень много той невидимой работы, особенно то, что касается замены полностью всей инженерной инфраструктуры. Это колоссально. Здесь все эти изначально планы, которые были намечены, и те задачи, которые руководством компании «Домоты» были поставлены, они все в сроках, все в тех же планах и объемах. Самое главное – это рабочие места, местная продукция, налоговые отчисления и так далее. Производственные объекты компании «Домотени» имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений. Сегодняшний день это будет крупнейший в Южном федеральном округе. С гарантируемым качеством? Естественно. Я даже так скажу, просто Майсач может скромничает. Я думаю, что такого оборудования в переработке, то, что касается КРС и мелкого рогатого скота, еще большой вопрос, есть ли у нас в стране. Я посещал предприятия группы компании «Домоты» в Пензенской области. Конечно, я много что где видел, но там я был, конечно, удивлен. Ты рук, если некачественно помыл, компьютер тебе не открывает. Вопрос качества я абсолютно убежден в том, что, в принципе, это их лицо в первую очередь. И, конечно, я считаю, что это как раз та марка, которую сегодня группа компании «Домоты» и вознаменит. На сегодняшний день на заводе по убои и переработке «Баранины Кавказ-Мяса» выполнен монтаж несущих металлоконструкций линий убоя и хранения. Здесь же завершается обустройство повседневных транспортировочных путей. Понятно, что вы не впервые производите монтаж такого оборудования. Что вы можете сказать об этом оборудовании и о его качестве? Оборудование очень хорошего, европейского качества. На предприятии уже поступило оборудование для всех линий производства для полного технического перевооружения производственных участков. В ближайшее время начнется его установка в цехе технических полуфабрикатов. Это стало возможным благодаря последним штрихам в отделочных работах. В середине июня уже планируют завершить тестирование производства, а в сентябре проведут его запуск. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаево, Черкесия. Сегодня утром в Черкесске вновь пострадал автомобиль скорой помощи. Авария с участием двух автомобилей, такси и неотложки произошла на пересечении улиц Ставропольской и Набережной. И лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Подробности у Артура Мхце. Глядя на эти кадры, даже не верится, что участники данного дорожно-транспортного происшествия обошлись без серьезных увечий. Нечто подобное в Черкесске уже было неделю назад. Тогда в аварии тоже поучаствовал автомобиль скорой помощи из Карачаевска. И вот новое ДТП уже с медиками из Зиюка. На кадрах системы «Безопасный город» – момент столкновения такси со службой экстренного реагирования. Это видео только подтверждает версии обеих сторон. В данном случае можно в какой-то мере говорить о банальном стечении обстоятельств. Водитель такси выезжал на пересечении улицы Набережной со Ставропольской на зеленый свет. Слева обзор перекрывали остановившиеся в два ряда транспортные средства. Именно оттуда и пришла беда. На зеленый? Да. И дальше? А водитель скоро ехал по встречке. Ну он в мигалке или еще что? В мигалке были, но он очень быстро ехал. Я его даже не видел. Я его когда увидел, только отреагировал, он меня уже ударил. Там за секунду он меня догнал. Карета скорой помощи перевозила тяжело больного пациента в республиканскую больницу. Критическое состояние здоровья человека и небольшой затор на Ставропольской вынудили водителя включить спецсигнал и выехать на встречку. Однако предпринятых мер оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Но сделали ли обе стороны все возможное, чтобы этого не случилось? Водитель при движении на транспортном средстве, на котором установлены специальные спецсигналы, должен при проезде перекрестка убедиться, что его видят и его пропускают другие транспортные средства. Тогда совершать маневр. Находившегося в автомобиле скорой помощи пациента удалось оперативно перевезти в больницу на другом транспорте экстренной службы. На момент тщательного разбора происшествия тому уже делали операцию. Теперь следствию предстоит установить степень ответственности сторон. В любом случае, каждому водителю стоит помнить о том, что другие участники дорожного движения далеко не всегда действуют в соответствии с нашими представлениями о правилах. Иногда все же стоит убедиться, а не приведет ли маневр на трассе к еще большим проблемам. Артур Махц, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево, Черкесии местами дождь, в горах со снегом, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5 в горах до 6 градусов мороза, а днем плюс 5-10 и местами минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 6-8 градусов тепла. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева, Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоуцирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1,5 тысяч рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Продолжаем выпуск. Весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 345 человек. Из них 44 197 выздоровели, 53 человека госпитализированы. Сегодня Всемирный день бездомных животных. Эта дата заставляет задуматься о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. С введением санкций проблем добавилось и животным. В разы подорожали корма, услуги в ветлечебницах. С проблемами столкнулся и единственный в Карачаево-Черкесии госпиталь «Белый клык», который всячески опекает бездомных и покалеченных собак и кошек. Репортаж Альбины Ламковой. Госпиталь «Белый клык» впечатляет количеством собак. Их около 90. Опекает четвероногих добрый хозяин. Он создает им условия для жизни. В госпиталь «Белый клык» животные попадают только пострадавшие, которым требуется срочная медицинская помощь. Байкал, например, из Зеленчукского района. В него стреляли, в результате чего ему ампутировали лапу. Он большой и очень добрый. А в этом вольере содержат другую собаку. Кличка «Бандит». Он, в отличие от Байкала, обозлился на людей. В него также стреляли. В госпитале живут и кошки. Они находятся в отдельном помещении. У каждого домашнего животного своя печальная и сложная история. Больше половины без лап, у остальных другие травмы. Не страшно погладить четвероногого даже с изуродованной мордочкой. Добрые глаза в ожидании сострадания притягивают. Ее сыночке 8 лет. У нее была опухоль. Перенесла в результате 5 пластических операций. Сейчас она абсолютно здорова и мечтает о том, что будет у нее хозяин. Добрый, как и она сама. В следствии введенных санкций в отношении России, беззащитные животные опять оказались в трудной жизненной ситуации. Кормят, как и всех кошек и собак, обычным сухим кормом. На данный момент нам требуется корма. Запасы у нас остались на 3 дня. Цены на корма подорожали. Допустим, Атос, который к нам попал с тяжелой судьбой. Его сбила машина. Ветеринары ему назначили специальную вет-диету, которой мы его должны кормить пожизненно. Здесь у нас Шпуля и Шкода. Они питаются обычным кормом, но цены тоже вдвое-втрое подорожали. Выход из любой, даже тупиковой ситуации можно найти. Но во всем нужна поддержка. Особенно братьям нашим меньшим. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаева, Черкесия. В самом центре станицы Зеленчукска есть казачья школа, которая была введена в первые годы основания этого населенного пункта в 1863 году. Из ее стен выпустилось не одно поколение станичников. Какие дисциплины преподавали в этих учебных заведениях и какие тайны хранит здание. И станица Зеленчукская Аладинаева. Имя героя Советского Союза Виктора Леонова носит первая школа станицы Зеленчукской. А во дворе этого учебного заведения располагается и первая казачья школа 1863 года. Здание построено из качественных строительных материалов и хорошо сохранилось. Крепкие стены, высокие потолки школы и сейчас не утратили свою актуальность. В хорошем состоянии окна, двери, напольные покрытия и даже балки в основании крыши. Хотя их никогда не меняли, рассказывают станичники. Делалось с цельного дерева, которое добывалось в верховьях Зеленчука, сплавлялось и по всем правилам оно распиливалось. Такие высокие потолки и вот даже лепка, да? Да, и лепка. Ну, сами представляете, канделябр со свечами, с лампами, керосинами. Нужно было, чтобы помещение было светлое, теплое. Здесь были печи. С этой стороны вот была печь, с этой стороны была печь, которая отапливала полностью это помещение. Я еще здесь учился. Печи эти были, работали и давали огромное-огромное тепло. Сейчас, конечно, здесь центральное отопление. Сколько лет вы здесь проучились? Я здесь проучился в 8 лет. После 8 класса я ушел учиться дальше. А, вообще школа была 11-летняя? Да, 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 да. Политехническая. В разные времена казачья школа называлась по-разному. И здесь выучилось не одно поколение станичников. Один из них – Олег Коростелев. А если заглянуть в историю школы, узнаешь много интересного. Эта дверь была парадный вход. Здесь имел право войти батюшка и атаман. Там напротив была в свое время церковь. Этот вход. Здесь входили только учащиеся, обучающиеся. Учителя заходили со стороны. Сейчас он на улице Победы. Заходили с той стороны. Была коновязь. С этой стороны была. С этой стороны. В казачьих классах обучали прежде всего тому, что пригодится в жизни. Казаки – это охранители границ государственных. В Российской империи, соответственно, в этой школе преподавалась и верховая езда, и умение владеть холодным оружием для мальчиков, и для девочек образование было именно сосредоточено на ведении хозяйства, на умении приготовить пищу, починить одежду. То есть все, что необходимо будущей хозяйке. Конечно, как и в каждой православной школе, в казачьей школе, утром начиналось с молитвы. Обязательно преподавали закон Божий, преподавались и другие науки. И русская литература, и математика, и чтение, и на церковнославянском, и на русском языках. Зеленчукская раскинулась на берегах реки Большой Зеленчука, образовавшись в 1859 году. И казачья школа – одна из первых зданий, появившихся в станице. И если его отреставрировать и открыть здесь музей казачьей культуры, то жители и гости республики будут иметь возможность соприкоснуться с историей. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова